Всем привет! Хотите узнать, как Флойд Мэйвезер добился настоящего успеха и стал одним из богатейших людей в мире? Почему его не остановило тяжелое детство и даже эмоциональная травма? Какими качествами нужно обладать, чтобы заработать миллиард долларов? Тогда досмотрите это видео до конца. Мистер Деньги Флойд Мэйвезер. Специально для Инстардинг от Романа Сергеева. Присоединяйтесь к нам и становитесь частью большого сообщества по саморазвитию. Инсайт первый. Нищета, семейные проблемы и детство в жестокой среде не повод отказаться от мечты. Отец и дядя Флойда Мэйвезера младшего были профессиональными боксерами. Карьера отца сошла на нет из-за пулевого ранения в ногу. После этого Флойд Мэйвезер старший решил, что сын должен занять его место и добиться славы. Отец и бабушка с пеленок прививали Флойду младшему страсть к боксу. Мальчик рано проявил способности к этому виду спорта. Когда Флойду Мэйвезеру младшему было 8 лет, его семья жила в очень плохом районе. В доме не было элементарных удобств. Семь человек ночевали в одной комнате. Мэйвезеры даже не праздновали Рождества. Мать старалась заботиться о сыне, но возможностей у нее было мало. В семье были большие проблемы. Отец торговал наркотиками и бил сына по любому поводу, а мать стала наркозависимой. Стрельба на улицах была обычным делом. Жертвами убийств нередко становились дети. Один друг Флойда младшего погиб от ножа, другой от пули. Маленький Флойд, лежа в кровати, часто клялся, я не буду курить и не буду петь. Я стану самым богатым человеком в мире. Он обещал сдержать эту клятву, даже когда будет взрослым. По мнению Найджела Коллинза, редактора журнала The Ring, многие великие боксеры шли к успеху, преодолевая психологическую травму. В детстве они переживали нищету, конфликты и проблемы в семье, родительскую жестокость, взрослели в преступной среде. Когда люди видят, что у меня есть сейчас, у них нет ни малейшего представления о том, откуда я взялся. Им и в голову не приходит, что у меня ровным счетом ничего не было, когда я рос. Флойд Мэйвезер-младший. Инсайт второй. Когда нет права на проигрыш, остается только побеждать. Когда Флойду было 10 лет, он еще носил фамилию матери, Синклер. Под этой фамилией он и вышел на ринг против Криса Холдена в спортивном зале местного колледжа. Вес мальчика составлял всего лишь 29 килограммов, но это не помешало ему одержать победу уже в первом раунде. Соперник после боя поражался, насколько хорош был этот малыш, а директор турнира «Золотые перчатки» почувствовал, что перед ним будущий великий боксер и сохранил в качестве сувенира бинты, которые были намотаны на руки Флойда. Если Холден не был наделен особыми амбициями, то Мэйвезер хотел драться и завоевывать трофей. Мальчик мечтал угодить отцу, а Мэйвезер-старший требовал от сына лезть из кожи вон и регулярно поднимал на него руку. Жизнь Флойда-младшего сводилась к беспрерывной муштре в спортивном зале. У отца и сына не было совместных развлечений или приятных бесед. В одиннадцатилетнем возрасте мальчик поменял материнскую фамилию Синклер на отцовскую Мэйвезер, надеясь заслужить одобрение отца. Обретя знаменитую фамилию, Флойд словно обязался ей соответствовать. Парень тренировался в любую погоду. Зимой он преодолевал снежные заносы высотой едва ли не в свой рост, чтобы попасть в зал. В зале Мэйвезер-младший работал ежедневно без передышки. Чтобы дотянуться до боксерской груши, мальчику приходилось вставать на ящик из-под фруктов. Держа клятву, Флойд-младший не поддался соблазнам сгубивших многих его сверстников, не пристрастился к алкоголю и наркотикам, не попал в банду. Он ни на минуту не переставал тренироваться, участвовать в турнирах и побеждать. В конце концов, Мэйвезер-старший сел в тюрьму за наркоторговлю. Чтобы помочь семье, Флойд-младший был вынужден в 16 лет бросить школу. Он решил зарабатывать боксом, делом, которому имел талант и сноровку. Жизни бокс стали для юноши неразрывно. В 16-летнем возрасте Мэйвезер-младший выиграл общенациональный чемпионат «Золотые перчатки». Держа в руках завоеванный кубок, Флойд решил, что у него нет права проигрывать. Инсайт третий. Целеустремленность, тяжелый труд и вера в свои силы. Путь к успеху. Парня не сломили нищее детство и отцовские побои. Он не унывал. Когда Флойду исполнилось 18, он уже был главным кормильцем семьи. Успех как будто был у него в крови. Мэйвезер перед каждым выходом на боксерский ринг настраивал себя на победу и на то, что он будет действовать безошибочно. Он сам себя заряжал уверенностью. Свой первый профессиональный бой Флойд-мэйвезер-младший провел 11 октября 1996 года в Лас-Вегасе. Ему было 19 лет. Он вышел на ринг в тонких перчатках и без шлема. На нем была сверкающая черная экипировка «Булленбейсер». Флойд был твердо намерен доказать всему миру, что не зря носит знаменитую фамилию. Что быть лучшим – это его судьба. Мэйвезер-младший был полон самообладания, тогда как его соперник Роберто Апокадо заметно нервничал. Флойд ошарашил противника серией быстрых и сильных хуков. Прошло чуть больше минуты, и Апокадо оказался на корточках в результате точного удара в корпус. Мэйвезер выиграл поединок во втором раунде, отправив соперника в нокаут. С играми в бокс Флойд на этом покончил. Теперь спорт стал для него бизнесом. Мэйвезер решил, что его призвание – стать самым успешным в мире боксером, и твердо решил убедить в этом всех. Мэйвезер – перфекционист. Он стремится боксировать как можно лучше, не теряет уверенности и не позволяет себе сдаваться ни на ринге, ни в жизни. Флойд в своих боях делает ставку не на зрелищность, а на эффективность. Флойду Мэйвезеру-младшему 41 год. За свою жизнь он провел 50 боев и не проиграл ни разу. 27 поединков он завершил нокаутом. Мэйвезер – самый высокооплачиваемый в мире боксер и спортсмен. Он обладает состоянием более чем в миллиард долларов. Его называют «мистером деньги». Я рожден быть чемпионом, предан работе, голоден и очень амбициозен. Это не хвастовство и не самоуверенность. Это вера. Флойд Мэйвезер-младший. Итог. Основная идея книги. Какой бы дерзкой ни была ваша мечта, не предавайте ее. Детство – важный период в жизни человека, но не только оно влияет на то, кем вы станете и достигнете ли успеха. Вы делаете выбор, верить в себя или нет, сдаться сразу или стремиться к победе и победить. Пусть вас вдохновит история парня из бедной неблагополучной семьи, который не сломался под влиянием жестокого окружения, но стал миллиардером благодаря своему боксерскому таланту, труду и упорству. Спасибо вам за просмотр! Если понравился такой формат, подпишитесь на наш канал Инстардинг и обязательно поставьте лайк. Скоро вас ждет еще больше интересного. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok